здравствуйте дорогие друзья посетители моего сайта подписчики сегодня мы с вами немножечко поговорим про сварочные аппараты в частности сварочные аппараты фирмы рисанта вообще выбирая себе для себя сварочный аппарат вы должны когда придете в магазин хоть что-то иметь какие-то представления потому что продавец как правило продаст то что ему надо продать а не то что вам надо купить поэтому вам достаточно возможно недорогого аппарата но вы придете домой с покупкой дорогого такого не надо делать надо немножечко проштутировать интернет посмотреть и конечно же посмотреть такие видео как мои к примеру когда вы идете покупать аппарат вы должны знать что каждый аппарат любой неважно возьмем первый попавший характеристики а именно на на каждом аппарате или снизу или сбоку или сверху будет таблица него так сказать возможности все что вам надо это хотя бы знать ну ваши хотя бы какие-то что вообще ожидаете от аппарата какие вы режим работы не будете давать если вы берете это все для себя для частного такого использования для домашнего то не обязательно покупать какой-то там супер мощный аппарат особенно если вы живете где-то черте хорошего напряжения пример поселок большой город соответственно вот если же конечно вас напряжение там плохое проседает то здесь надо немножечко подумать если условия нормальные для работы я имею это поселок это город мы смотрим на эту таблицу вот табличка и к примеру какие нас интересуют здесь основные характеристики как бытового человека вот его возможности то есть на на что вот данный конкретный аппарат я взял вот и веренку 160 на что она способна сто процентов работы мы смотрим на 100 ампер аппарат 160 ампер соответственно если мы поставим вот так на 100 ампер он может работать сто процентов своего времени то есть его можно вообще не выключать сто процентов на 100 амперах это работа троечкой тройка варится от 80 как мы знаем и зависимости от входящего напряжения там до 120 вот соответственно если вы будете работать четверкой смотрим опять же на табличку 160 ампер он варит 70 процентов соответственно из 10 минут 7 минут вы можете работать четверкой остальное время он у вас должен просто отдохнуть работать охладиться вот это же самое если мы возьмем любой из этих аппаратов у него есть соответственно таблица у соишек она вообще сверху вот она ее легко видно у кого сбоку но неважно она все равно будет какие же еще нас как бы трав бытовых потребителей интересуют характеристики конечно же это длина кабеля длина кабеля у инверторов как правило у всех небольшая масса в основном идет метр-полтора держак ну тоже сам метр-полтора единственное на некоторых моделях например он на на пенки которые для пониженного прижима на не двух с половиной метровые кабеля остальные здесь везде метр-полтора другие марки в этом продаем еще сварок у них тоже до двух метров как правило ну в общем небольшие почему это потому что за кабелей у нас на кабеля на работу кабеля и соответственно тоже требуется ток и потеря тока чем длиннейший кабель тем она больше статист Ifs почему кабель короче тем только потери меньше и аппарат работать более устойчиво более лучше лучше удлинить убенители провоку который соответственно вы включаете и И повесить на вот такой вот ремешок аппарат себе на плечо и работать. Некоторые, конечно же, еще удлиняют кабеля. Возможно и такой вариант проводить. Но будьте готовы к тому, что немножко характеристики ваши, конечно же, упадут за счет этого. Дальше. Гарантия. Как правило, на все гарантии год. Единственное, вот сейчас, в данный момент, на стоишке два года. Также на Интерскол два года. Встречаются некоторые модели, они до трех лет продлевают. Но там вы должны выполнить какие-то определенные условия, чтобы это произошло. Сейчас я еще одному кошаку дам по ушам и приду. Вот. Теперь по поводу дополнительных функций в аппаратах. Как правило, все инвертора, по крайней мере у данной линейки, у них уже все эти функции, как антизалипание, легкий поджиг дуги, автоматический форсаж, он присутствует. Поэтому покупать такой аппарат, конечно, стоит спросить у продавца. Но если вы покупаете, к примеру, что-то из Ресанты или их дочерних предприятий, то там уже все это присутствует. Единственное, если вы уже точно знаете, что у вас очень сильно проседает напряжение, это вы работаете где-то в деревне или там отдаленные места, и вплоть до 150-140 вольт падает напряжение, лучше, конечно же, там применять аппараты специальные для пониженного напряжения, как, к примеру, Ресанта ПНК. Там, кстати, кабеля уже подлинные, как я говорил. И здесь есть, открываете, уже форсаж дуги регулируемый, то есть здесь он автоматический, здесь вы можете уже добавить на чуть-чуть. И стеклышко для того, чтобы увидеть, сколько же ампер вы накрутили. Вот. Многие еще применяют данные аппараты как аргонная сварка. Возможен такой вариант. Вы дополнительно покупаете баллон аргоновский, горелку, и можно применять ее, меняя полюса и варить аргоном. Практически любой из этих вот аппаратов будет работать. Единственное, мы носили, мы пробовали 160-ю, 190-ю САИ-шку именно, они почему-то не пошли в последнее время. Хотя раньше я продавал 190-ю, она работала. Сейчас что-то, наверное, изменили, немножко не пошла. 220-я и 250-я, они уже работают. И из ЭВМ-ок, от 190-й уже выше тоже все работают. Так что с этим проблем как бы нет. Мы вообще даем даже попробовать. Может, к вам приезжают, и мы прям выходим и сами пробуем. Нам же это тоже интересно. Может быть, если вы попросите в другом магазине, вам тоже дадут попробовать. Не знаю. Но вообще, вот если из Эрисанты, то работает. Мы это уже проверяли и как бы авторитетно вам заявляем. По поводу еще такой небольшой, но плюс, это я скажу про САИ-250. Раньше, когда занимались мы 7-8 лет назад, они все шли с АПшками. А сейчас, как правило, все аппараты, они идут с кнопочками включения. То есть, если мы перевернем аппарат, у нас здесь мы видим кнопочку, когда мы включаем, она подсвечивается. Вот. И все. Здесь же у нас стоит автомат, автовыключатель. Соответственно, если что-то случилось, замыкание какой-то сети или еще что-то, у вас срабатывает автовыключатель, и аппарат выключается. Вы, соответственно, подошли, у вас сеть наладилась, там что-то выключили, и дальше работаете. Здесь стоит внутренний предохранитель. То есть, если он сгорает, у вас аппарат, примерно, на гарантии, или даже без гарантии, он сгорает, предохранитель, его приходится ввести в сервис, чтобы его разобрали, поменяли предохранитель. Это, как бы, не очень удобно, с одной стороны. Вот. Для человека, который, допустим, в деревне, где-то далеко, вам ввести куда-то тоже неприятно. Вот с этой точки зрения САИ-250 очень выигрывает. Мы посмотрим именно на такой класс защиты. То, что стоит именно автовыключатель, а не простая кнопочка. Ну, а еще, когда вы выбираете аппарат, вы должны понимать, что чем вы мощнее возьмете аппарат, к примеру, вот САИ-250, то, соответственно, для его работы потребуется и больше электричества. Если вы где-то в деревне, вы думаете, у вас проседает ток, сильно надо взять мощнее, а у вас деревня старая, проводка старая, я имею в виду, автоматы стоят там 16-й или вообще 10-й, то вы можете навернуть, и у вас будут автоматы выбивать, или вообще там замыкание произойдет. Надо быть готовым к тому, что потребление большое, нагрузка на сеть будет тоже, соответственно, большая. Заявляют, конечно, что все данные аппараты, я имею в виду, стоишки, работают от 140 вольт. Вот. Возможен, конечно, небольшой, не такой результат. А будут они у нас работать, ну, там, 150-160 вольт, 140, у нас работает ПН-очка. Вот. ПН-ка работает 100%. А данные аппаратики могут немножечко характеристики не совпадать. Вот. На этом, скажем, все. Если помог, ставьте лайки, если было интересно, заходите на наш сайт. Сайт сейчас немножко разрабатывается, будем дополнять его, добавлять. Всем удачи! Пока! Подписывайтесь на наш канал.